Подъем штанги на бицепс стоя. В этом упражнении наилучшим образом задействуется бицепс. Кроме того, задействуется плечевая, плечо-лучевая мышца и круглый пронатор. Во время выполнения упражнения также находятся в напряжении мышцы пресса и поясницы, что придает дополнительную устойчивость. Следите за дыханием. При подъеме штанги делайте форсированный выдох. При достижении штангой нижней точки траектории движения делайте вдох. В нижней точке не разгибайте руки полностью, не блокируйте локтевой сустав. К тому же локти должны быть зафиксированы по бокам туловища и не двигаться ни в стороны, ни вперед или назад. Направляя локти вперед во время подъема штанги, вы ослабляете нагрузку на верхнюю часть бицепса и вам не удастся достичь пикового сокращения верхней точки. Упражнение по-настоящему принесет результат при выполнении простых правил. Во-первых, обязательно следует выбирать адекватный вес, с которым вы сможете чисто выполнить порядка 10-12 повторений. В противном случае вы будете делать классические ошибки. Делать резкие рывки штанги с раскачиванием туловища и подседанием под штангу. То есть будете использовать силу инерции в борьбе с неповерным весом. Либо же будете просто выполнять частичные повторения. Такие варианты выполнения никакой пользы не принесут. Все движение должно быть сосредоточено только в локтевом суставе. Во-вторых, не следует уделять чрезмерное внимание бицепсу слишком частыми тренировками и давать ему возможность восстанавливаться.